Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Нормально ли не любить секс? Есть парень, секс не нравится, он со мной радует секса, я просто хочу его увидеть сам, секс я не люблю. Нормально ли это? Ну, вообще говоря, конечно, потребности в сексе действительно у каждого человека своё право. И я думаю, что вы на самом деле можете уважать свою потребность в сексе, какой бы она ни была, вот. Но если вы прямо не любите, если вы прямо не любите секс, то с точки зрения психологии это, конечно, история про проблематику. Вот, это история про проблематику, это история про какой-то страх секса, неудачный опыт секса и так далее. То есть я бы, наверное, как-то так бы в первую очередь обозначил бы этот момент. Выносить это за аксиому, выносить ли это за аксиому, приносить это как некоторую данность или же относиться к этому как к проблеме, коей, в принципе, это и является. Ну, на мой взгляд, это решать, конечно, вам и только вам. Дело здесь на самом, как мне видится, не в том, нормально или нет, а не любит секс. Дело в том, вследствие чего это произошло. На самом деле это то же самое, как сказать, что я не люблю есть. Вот. Ну, то есть вы можете не любить есть. Вот, но есть нужно. Это потребность. Секс потребность тоже. Вот. И то, что вы не любите им заниматься, например, вот, в психологическом опыте, по крайней мере, обозначает то, что вы этого избегаете. Вот. Ну, то есть просто избегаете земной близости. Вот. Ну, по какой-то причине. Вот. По какой причине, это вопрос. который нужно разбирать. Ага. Ну, если. Если вы этого хотите. Конечно. Вот. Вот. То есть вы можете этого и не хотите. В принципе. Вот. Но если хотите, то это нужно разбирать. И это можно, в принципе, это можно скорректировать. Вот. Так, чтобы все у вас было в порядке. В этом смысле. Дальше. По поводу того, что вам, значит, ну, вот вы не любите секс, с партнером. Да. Но, как-то вот секс с партнером вам нравится. Вот. Вы спрашиваете, нормально ли это. Ну, как бы я ответил. У вас, получается, разные в этом смысле потребности с молодым человеком. Вот. То есть вы молодого человека хотите увидеть? Только. А он хочет секс. Вот. И такая разница в потребностях, да, в принципе, может, ну, к чему-то привести по итогу. В итоге. То есть это может привести к разочарованию, к негативу какому-то. Это может привести к обидам. Вот. Ну, обидам, например, с вашей стороны, что вот вы будете чувствовать, что вас обслеживают там и так далее. если вы только хотите его увидеть, да, но не вот не испытывайте к нему влечение. А с другой стороны, если вы будете, например, ему об об этом говорить, то есть если вы, допустим, ну, не будете не будете этого скрывать, этого скрывать, того, что, ну, вот, вот так, как есть, да, то есть как бы, ну, имеем, то что имеем, по сути. Вот. Если вы не будете этого скрывать, вот, если вы будете честно с твоим молодым человеком, например, то, возможно, ну, как бы, хорошее решение этой ситуации, возможно, хороший исход для этого, как мне кажется, вот, потому что вы будете искренне с, ну, со своим, ну, со своим партнером, вот, вы будете искренне с ним и, соответственно, не будет возможно какого-то места, да, для возникновения деструкций, вот. А по поводу того, нормально ли это или нет, я все же, наверное, не скажу со своей стороны, нормально ли это или нет, вот, потому что, на мой взгляд, ну, на мой взгляд, психолог это не тот человек, который говорит, что нормально, а что нет, вот. Ну, на мой скромный взгляд. На мой скромный взгляд, психолог все же это тот, кто просто помогает человеку разобраться в себе, вот. Если вы понимаете, о чем я и, если вы понимаете, в данном случае, вот, что я имею в виду. Я не думаю, что вам нужна эта оценка. Я не думаю, что вам как-то полезна будет эта оценка. На мой взгляд, все это может сделать оценка, это либо уверить вас в том, что вы поступаете правильно, вот. Несмотря, например, на то, что там, ну, где-то как-то у кого-то, к примеру, да, будет иметь место недовольства чем-то, вот. Либо наоборот, вас это поместит в ситуацию, где вы будете чувствовать себя как раз-таки какой-то неполноценным, вот. А именно, именно из-за того, что что-то там ненормально, как бы, вот. И, на мой взгляд, опять же, ничего хорошего в этом нет. На мой взгляд, опять же, ничего хорошего в этом нет и, в принципе, быть не может. Вот. Поэтому ориентируйтесь, пожалуй, по своим чувствам, да, ориентируйтесь по своим ощущениям, ориентируйтесь по тому, как вам в этом. Если в этом вам хорошо, если в этом вам приятно, вот. Если вы не чувствуете дискомфорта, скажем так, то любая форма взаимодействия, в принципе, является корректной, по моему скромному мнению. Любая форма взаимодействия является корректной, по моему скромному мнению. Вот. Нет такого понятия, как это нормально, это ненормально. Но если вы почувствуете, что что-то вам не нравится, если вы почувствуете, что что-то вас напрягает, если вы почувствуете, так скажем, дискомфорт, то обязательно нужно будет с этим что-то делать. Обязательно нужно будет это проговаривать, обязательно нужно будет это выражать. Обязательно нужно будет об этом говорить. И вот если об этом говорить вы не будете, вот. Совершенно неважно сейчас по какой причине, вот. вот. Совершенно неважно по какой причине. Но если вы об этом говорить не будете, то это уже проблема. Потому что я могу вас доверить, что в этом случае, в случае если вы об этом говорить не будете, будет накапливаться недовольство, будет накапливаться негатив, будет накапливаться на раздражение. Вот. И отношение в итоге будет совсем нехорошо. Вот. Ну и в этой ситуации, в этой ситуации, как вы понимаете, уже вам это сейчас. Как вы будете действовать? Вот. Что я думаю еще. Еще я думаю о том, что вы в себе не уверены. Вот что я думаю. Я думаю, что вы в себе не уверены, потому что вы сомневаетесь, в том, что вот с вами происходит или нет. Именно то, что вы в себе не уверены, на мой взгляд, представляет серьезную проблему. Ладно. Что есть тут? Не так страшно. Любите вы секс или нет? Вот. Ну потому что на самом деле вы можете его любить, да, вы можете его не любить, это дело такое. Вот. Куда более важно то, что вы сами в себе не уверены. Вот. И вот то, что вы в себе не уверены, является проблемой. Понимаете? Вот. Вот я бы как-то, пожалуй, на это бы возможно, обратил бы ваше внимание. Вот. И уже с этим бы работал, то есть повышал бы уверенность в себе. Вот. не важно. Вот кто там, кто там, как там, что там, да. Это все не важно. Ладно, как хорошо вам. А если вы своей, ну не знаю, интимной сферы, личной сферы, задаетесь, задаетесь таким вопросом, да, нормально то или иное, то я бы сказал, что мы имеем дело с проблемой. Вот. И вполне вероятно, в таком случае, вот, что в будущем эта проблема может о себе дать знать. Вот. Именно поэтому я бы рекомендовал вам обратиться к психологу. Вот. Я бы рекомендовал вам поработать с психологом, вот, для того, чтобы к себе разобраться и понять, да, вот, со мной вообще, вообще, что происходит. Вот. Что я, что я, вот, а, ну, так вот, беспокоюсь об этом, да, думаю об этом и так далее. Вот. Вот. Вот это вот, мне кажется, то, на что вам нужно сейчас обратить внимание. Вот. Вот. Ну, а уже после этого, вот, после того, как с этим вы разберетесь, вот, вот, после этого можно уже думать о том, да, вот, какая форма отношений для вас приемлема, например. Ну, да, то есть, окей для вас, то, что человеку нужен секс с вами, а вам нужно его увидеть или нет. А, еще один важный момент, вот, вы, значит, описали такую картинку, вы описали такую ситуацию, вот, на мой взгляд, при которой мне показалось, что вы от человека зависите, вот, мне так показалось, что вы от человека зависите, вот. 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 Мне показалось, что вы зависите от того, увидите вы его или нет, вот. А он, например, зависит меньше. Потому что ему нужен секс. Вот. И если у вас тоже есть ощущение, что вы от него зависимы, то это совсем нехорошо. то, что вы зависите от партнера своего, совсем нехорошо, ну, вот этот факт. Поэтому его, его, по возможности нужно корректировать, вот, по возможности это нужно делать. То есть, по возможности обратиться к специалиста, да, и начать работу с ним, вот. Наконец, последнее. Откуда вы знаете, что парни с вами ради секса? И не обесцениваете ли вы себя, как вы думаете? Не обесцениваете ли вы себя? Встречаясь с человеком, который с вами тут только ради секса. Ради секса. Опять же, поймите, поймите правило. Если вы себя не обесцениваете, на самом деле, если вы себя не обесцениваете, и все у вас хорошо, то я только рад. Но если вы себя не обесцениваете, то у нас опять-таки могут быть проблемы. Понимаете, в чем штука? Поэтому, на мой взгляд, максимально нужно аккуратно подходить к этому вопросу, чтобы и себе не навредить, вот. Ну, я думаю, что вряд ли вы хотите себе навредить, вот. Но очень важно, чтобы вы и себе не навредили, вот. И очень важно, чтобы отношения вы свои выстраивали максимально здорово. Вот. Понимаете, да? Какая штука. Вот. Вот как-то так. Я думаю, вам можно ответить на вопрос, который вы задаете. Да, само собой, что однозначно, ну, однозначно, здесь не ответить. Само собой, однозначно ответа здесь нет. Ну, его и не может быть здесь. Вот. Более того, его не должно здесь быть. Потому что каждый решает сам эту ситуацию. Каждый сам решает, как ему быть тут, как ему быть в этом. Вот. Я думаю, что вы вполне можете это решить. Я об этом уверен. Вот. Я уверен в том, что вы можете это решить, ну, сам. Для себя. Но для этого, конечно, нужно постараться. Вот. Понимаете, да? Вот. Такой у меня ответ. Вам. Будет. На этом все. Пожалуй. Я надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вам это было полезно. Я желаю вам удачи. Я желаю вам всего самого доброго. Буду вам благодарен. Вам. обратную связь. По моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой и сформулировать какие-то базовые постелаты для психотерапии, чтобы было, с чего начать работу с психологом. Обращайтесь таким образом за помощью. Вам эта помощь в любом случае пригодится, она в любом случае вам нужна, вот, обращайтесь за помощью. Мы будем рады помочь вам и скорректировать, значит, вот, вот, все то, что вас беспокоит. Но с этим не нужно только втянуть. Вher международной стоимостью. Мы задачем обещать уже, стр. Молады, которые затрудились в тебя. В 2012.